Посмотрим теперь задачку на сложение скорости при течении реки. В случае, если у нас имеется река, скорость реки будет суммироваться со скоростью объекта, который по этой реке течет. Например, катера или лодки. Рассмотрим катер или лодку, движущуюся по реке. Пускай у нас условно река вот так вот расположена. Скорость реки В и скорость катера У. У это скорость катера. Требуется определить, под каким направлением должен плыть катер по отношению к направлению течения реки для того, чтобы катер наименьшим образом снесло наименьший снос. Альфа вопрос. Давайте условно рисуем вектор скорости У. Обозначим его вот так. Казалось бы, задача тривиальная. Мы хотим, чтобы снос был бы наименьшим. А наименьший снос, это значит, что мы вроде бы оказались прямо напротив точки, с которой стартовали. И для такой ситуации мы хотим сложить вектор У и вектор В. Ну и получить направление. Я перерисую эту картинку вот так. Здесь у нас У. Здесь у нас В. Ну и здесь у нас результирующий вектор. У абсолютная, а здесь У относительная. Действительно, в таком случае снос будет наименьшим. Если мы введём угол в отношении к направлению реки альфа, а здесь какой-то угол бета, то альфа равно бета плюс пи пополам. Ну и из вот этого треугольника мы увидим, что отношение противолежащего катета к гипотенузе это синус. Синус угла бета равен В делить на У. Но эта формула, это выражение, справедлива только в том случае, если У больше В. Только в этом случае мы можем говорить о том, что у нас синус оказывается меньше единицы и бета определён. В том случае, если у нас У меньше, чем скорость В, такое решение задачи оказывается неприменимым. Давайте посмотрим второй случай. Итак, у нас скорость В, она больше, чем скорость У. И мы должны выяснить, куда мы можем направить скорость У так, чтобы снос был бы наименьший. Во втором случае очевидно, что достичь при очень большой скорости В нулевого сноса невозможно. Направление скорости У является произвольным. То есть угол, под которым направлена эта скорость, меняется произвольным образом. Значит, сумма скоростей В у относительной реки, то есть У абсолютная, будет равно В плюс У, вектор В плюс У. И конец вектора У, конец вектора суммы, будет находиться на вот этой окружности. Потому что модуль У у нас однозначно определён. Вот это вот вектор В плюс У. Ну и теперь осталось выяснить, в каком случае снос будет наименьший. Наименьший снос будет достигнут в том случае, если вот этот вот угол, назовём его альфа снова, если этот угол будет самым большим. То есть результирующее этих двух векторов пойдёт по вот этому направлению. То есть мы будем иметь здесь касательно. Ну, чтобы не загромождать рисунок, я перерисую его здесь. И для второго случая... Для второго случая... Это можно стереть уже. Мы получим... Здесь 90 градусов. Здесь У, здесь В, здесь угол альфа. И при У меньшем В условие будет следующим, что синус угла альфа равен отношению У к В. Как видите, всё поменялось. Ну и опять видно, что этот синус оказывается меньше единицы. В больше, чем У. В. 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 Продолжение следует...